Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале Сказочная Деревня и меня зовут Юля. Спасибо за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. А сегодняшний видеоролик будет по просьбе подписчиков. Многие просили показать, как сажать георгины, как я их высаживаю в нашу, так сказать, асфальтовую землю. В общем, сегодня постараюсь вам все показать, рассказать, смотрите, и я надеюсь, что вам будет интересно. Ну и, соответственно, в самом начале, естественно, нам нужно выкопать яму. Много раз я говорила о том, что у нас земля очень тяжелая, точнее, очень твердая. У нас прям глина-глина, посмотрите. Видите? И нужно, в общем, выдолбить как можем отсюда. Здесь ямки. Этот участок земли был запахан в этом году и пройден, ну, вот это бараной, забаранен. То есть даже в паханую землю лопату не воткнешь. Я копаю ямки достаточно глубокие, потому что буду заправлять их перегноем. Вот посмотрите, то, что находится внутри, вот из нее можно лепить. Она еще влажная. Можно из нее что-нибудь слепить. А то, что снаружи засохло, это вот так. Вот такая у нас земля. Я надеюсь, что многие теперь поймут, почему нам так тяжело сажать огород. Значит, признаюсь честно... Сейчас, секунду. Признаюсь честно, не я выкопала все вот эти ямки, а также то, что вон там засажено. И это заслуга Демьяна и Станислава Юрьевича. Они тут мне по очереди копают эти ямы. Я вот спряталась за тенью собственного смартфона, потому что у нас сейчас такой красивый закат намечается. И, походу, будет дождик. Потому что, если сделать вот так, то я ничего не вижу. Итак, друзья мои, значит, по поводу ям. Ямы я копаю достаточно глубоко. Мне нужно ее заправить хорошенько перегноем. А также понять, что... Нужно понимать, что корни, дошедшие до края и дна ямы, дальше просто не пройдут. Они упрутся в глину и дальше не идут. Это уже много раз испытано. Поэтому я копаю где-то примерно вниз на полтора-два штыка лопаты и полтора штыка лопаты в ширину. Но это как бы самый минимум. Надеюсь, что если мы каждый год будем два раза в год весной и осенью пахать и баранить, года через три-четыре земля уже будет получше. Естественно, вместе в перемешку с перегноем. Но пока имеем то, что имеем, поэтому копаем большую яму. Если у вас земля лучше, чем у нас, такая огромная яма вам, в принципе, будет не нужна. Достаточно будет, ну так, штык лопаты на штык лопаты. Вот этого и достаточно. У меня есть подготовленные ямки. Вот они, в которых перегной уже засыпан. Кстати, хочу заметить, что вот эти огромные глыбы, которые остаются после того, как ты выкопал яму, я не могу их никак запихнуть обратно, потому что просто не могу разбить. И вот сюда вот в край поля, вам не видно? Ну, в общем, в край поля, где такая канавка, я туда их складываю и оставляю только мелкую такую труху. И перемешиваю я вместе с перегноем. Мало того, что там трехлетний перегной, то есть органики достаточно дофига, я все равно еще туда добавляю немножко удобрений азотных. Вот такой вот у меня есть кальциевая селитра. Сейчас посмотрим содержание азота 14,9, нитритный азот, аммонийный азот и кальций. Вот такую, ну, в общем, что было в магазине, то и купила. Азотное. Для чего азотное удобрение? Азот нужен для того, чтобы нарастить зеленую массу. То есть сейчас мне нужно, чтобы кусты выросли как можно быстрее и нарастили листья. Поэтому добавляю туда азотное удобрение. Примерно столовую ложку на вот эту луточку. А также сразу при посадке я добавляю вот такие. Это из мангала, из печки. В общем, у нас еще ветер дует. Юля другого времени не могла для съемок, конечно же, выбрать. Золу добавляю. Это минеральное удобрение. Зола отличное минеральное удобрение. Хотя потом, когда георгины соберутся свести, еще нужно будет удобрить. Но все равно сейчас для закладки бутонов, для полноценного развития растений, я все равно добавляю примерно вот такой совок этой самой золы на лунку. Ну и перемешиваем. Теперь, что касается посадки самого корня клубна. Значит, корня клубни, господи, уже заговорилась. Значит, смотрите, друзья мои, в видеороликах на ютубе каждый будет говорить вам по-разному. Вот у каждого корня клубни есть вот такая старая корневая шейка. Это прошлогодний стебелек. Значит, в чем смысл? Кто-то говорит, что нужно, чтобы он над землей торчал. Кто-то говорит, нужно, чтобы его совсем заглубить. Кто как говорит. Если у вас таких росточков нет, все будет для вас то же самое. Смысл какой? Значит, смотрите, вот у него корневая шейка, вот дальше идет вот весь клубень у него. Я не буду вытаскивать, потому что у него там уже корневая есть, он нарастил, не буду ее портить. Но смысл в чем? Если вы посадите, и ваша корневая шейка будет торчать, то корешки он вам даст с самого низу, прямо от самых клубишков. И корешки пойдут вот так вниз. И новые клубни он будет вниз наращивать, как такой гирляндой, знаете, вниз. И вам будет их сложно поделить на следующий год. Это во-первых. А во-вторых, они будут хуже храниться. Поэтому я сажаю всегда георгины, закапываю корневую шейку. И если есть ростки, ростки тоже вот так примерно по первой листочке закапываю. Тогда корней он новых надает вот отсюда. И у него будут корни на следующий год клубни будут таким как бы веером. Ну такой вот рогаткой в разные стороны. Вот так будут торчать. Во-первых, будет храниться лучше. Во-вторых, его будет легче поделить. Ну и собственно, что? Вроде тут все рассказала. Вроде никаких больше премудрости нет. Лунку я заранее не поливаю. Я поливаю потом. Ну вот и все. Теперь можно и полить. Для тех, кто очень переживает и говорит, Юля, боже мой, как же ты каждый куст из лейки будешь поливать? Не переживайте. Конечно, я их самостоятельно не поливаю. Делаю это вот так. Вода идет прямо из колодца по шлангу через распылитель и поливать поле. Моя задача только переставлять этот распылитель периодически, чтобы полились все цветы. Теперь дальше нам нужно, конечно, подписать наш куст, чтобы не забыть, что же тут растет. Вот какой сорт. Самым лучшим, по моему опыту, самым лучшим предметом для нарисования и подписания, который не стирает, не выгорает, ничего с ним не происходит, это обычный простой карандаш. Вот самый простой карандаш у меня, вот видите, из Икеи. Да, потырила как-то разочек карандашик. Простым карандашом, на обычной ложке можно, конечно, использовать всякие там новомодные эти вставлялки, но в целях экономии Юля использует обычные вот эти дешевые одноразовые ложки. Простым карандашом пишу номер и сорт, с другой стороны просто номер. И все, и втыкаем его, собственно говоря, к нашему растению. Теперь остановимся на посадке черенков, поскольку кроме клубни я сажаю также черенки. Ничего сверхъестественного, никаких премудростей нет. Мы сажаем его точно так же, как сажаем клубни. Копая яму, все туда насыпаем, сажаем его поглубже и присыпаем. Единственный момент, я вам сейчас его покажу поближе. Вот когда я вытаскиваю из стаканчика черенок укоренившийся, я его сажаю и сверху накрываю этим же стаканчиком. Почему я так делаю, посмотрите сами. Вот у меня сидит черенок. Накрываю я стаканчиком его примерно на 4-5 дней. Значит, давайте мы его откроем и посмотрим. Смотрите, видите, зелененький кустик растет. Можно его, наверное, оставить. Так, сейчас мы его вот так вот сюда положим, чтобы не потерялось. Вот он зелененький и прекрасный. То есть он под этим, ну как под колпачком таким, отлично укоренился и прижился. А этот черенок был очень высокий и под стаканчик не влез. Я его оставила так. Посмотрите, видите, он обгорел снизу весь на солнышке. Те листочки, что были на солнышке, видите, все подгорели, свежепосаженные. Но за недельку он уже вот нарастил себе новую макушку. А это все, конечно, потом отвалится. Но чтобы они все-таки не подгорали, я их накрываю. После того, как я все это дело, вот так винтово, все это дело, в общем, засажу, я не люблю, когда земля голая. Земля должна быть накрыта. Она такая, знаете, как голая женщина, что ли, хочется ее прикрыть. Ну вот как-то так. В общем, после того, как я закончу с посадкой, здесь все поле будет заложено сеном старым, перепревшим, перегнившим, который там со старых тюков у нас накопилось в коровнике. Там сен таскали, накидали. В общем, там и вот достаточно старого сена, который уже никуда не пойдет, ни на посылку, никуда. А вот на грядке закрыть сверху землю самое то. Но для начала мне нужно вот закончить со всеми, со всем этим полем, с посадками, а потом накрою. Вот. И в конце этого видеоролика я вам сейчас покажу два георгинчика, которые вот сейчас начало мая. Девочки, не бегайте по полю. Вот видите, у меня там вредители. Не бегайте по полю. Куда под воду лезешь? Самое сложное тогда детей от этой поливалки. Покажу вам два георгинчика, которые сейчас конец мая, а они уже цвести собираются. Вот он. Сорт Валентины. Это галерийный низкорослый георгин. И, конечно, низкорослые георгины зацветают намного быстрее, чем высокорослые, потому что им не нужно набирать большой рост. И он уже, смотрите, набрал бутончики и собирается распускаться. Это Валентин. У меня он 59-й. Должен быть красного цвета. Растет он у меня в моем кашпо. Как сделать такое кашпо? Это у меня, видите, божьи коровки. Вот здесь наверху. Сейчас у вас выскочит ссылочка или внизу в описании можно найти. Конечно, здесь им намного теплее и намного больше питания они получают, поэтому отлично себя чувствуют. Высаживала я их уже под рощинами. Но кто следит за моим каналом, тот знает. И вот примерно две недели он у меня уже здесь сидит и собирается цвести. И еще один георгинчик 57-й. Он у меня называется тоже галерий чезаны. Он желтый тоже, видите, уже начинает распускаться. Тоже небольшой, как и заявлено, 30 сантиметров в высоту. Ну, в общем, жду, когда распустится моя самая первая красота. Итак, друзья мои, в завершении этого ролика хочу сказать, что лучше всего не только георгины, но и вообще любую растительность сожать тогда, когда на улице прохладно и, может быть, даже небольшой дождик. Тогда все как-то лучше приживается, чем на жаре. Ну, иди сюда, иди. Иди, иди. Иди. Пониже, видите, выше мамки роста. Помощник мой, яму не сильно копал. Все, давай. Я вообще пришел в воду выключать. Иди, воду выключай. Эти две кукушки сейчас уплывут. Ах, забыл. Видите, не дают ничего поснимать, как можно работать в такой нервной обстановке. А, значит, так. Вроде бы девчонки все сказала. А, по поводу подвязывания. Значит, если у вас георгины высокорослые, лучше сразу поставить... Сейчас я вам покажу. Вот, видите, там вот у меня высокий кустик. Вот у него палочка. Есть у меня идея сделать им сетку. Дотянуть сетку на такой... В общем, идея есть. Пока не могу реализовать. Поэтому, значит, лучше всего, вот лучше, в идеальном варианте, посадили, сразу воткнули палку и ждем, пока он вырастет, чтобы было к чему привязать. Но так никто не делает. Потому что это некрасиво. Голое поле и голые палки торчат. Правда? Поэтому тыкаем потом. Но тыкаем аккуратненько, чтобы не повредить корни клубни. Ну, или если у вас не парят всякие палки, торчащие из ваших грядок и полей, можете ставить сразу и подвязывать. Я пока что подвязала только те, которые у меня реально большие, могут упасть. На остальные руки не дошли, но надо. Вот так, друзья мои. Внизу в описании есть вайбер-магазин и магазин ВКонтакте, который называется Вкусно Ем. Там, кстати, в продаже также есть и георгины, деленки небольшое количество и черенки. Здесь вот вы посмотрите, как все это дело заказать. Внизу что-нибудь вот здесь вот интересное. А вот здесь подпишитесь на канал. Пальчиком так тык. И спасибо большое, что подписались. Всем удачного цветения. Всех люблю, целую. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok